друзья всех рад приветствовать китайский производитель смартфонов юми диджи представляет интересную модель юми диджи а 13 pro модель идет бюджетная стоит недорого но здесь идет современный корпус плоские грани сзади идет матовое стекло достаточная производительность для современных задач основная камера sony на 48 мегапикселей и в этом видео сейчас делаю распаковку сделаю обзор и расскажу особенности этого смартфона если интересно не переключайтесь но мы начинаем начну как обычно с распаковки приехал он ко мне с aliexpress есть версия на 4 64 памяти и есть на 6 128 у меня идет версия на 6 128 ссылку на алиэкспресс я оставлю в описании под видео там же можете посмотреть актуальную стоимость также не забывайте у продавца брать купон чтобы купить выгоднее это идет глобальная версия соответственно здесь есть поддержка 4g lte сетей вот здесь можете нажать на паузу посмотреть каких именно есть поддержка google сервисов смотрим на комплектацию вот он сам смартфон на смартфоне идет наклейка и здесь перечислены основные возможности смартфона основные его фишки далее в процессе обзора и мы к этому еще вернемся смартфон идет уже сразу с силиконовым защитным чехлом об этом думать не нужно об этом уже производитель позаботился так цвет идет galaxy blue такого синего цвета также у производителя есть еще эта модель в черном цвете и золотистом цвета идут интересные они переливаются потому что здесь идет такое матовое стекло под наклейкой с параметрами есть еще защитная наклейка которая уже наклеена с завода продолжаем распаковку и смотрим на комплектацию далее идет конверт здесь у нас конечно же скрепка для лотка инструкция зарядный блок идет самый обычный на 10 ватт и зарядный кабель формата usb type-c возвращаемся к смартфону здесь у нас такая выдавленная надпись юми диджи и beyond dream стоит за пределами мечты переводится здесь идет по всей площади такое матовое стекло не будут оставаться отпечатки интересно переливается на свету на модульном блоке с камерами тоже наклеена такая стеклянная вставка особенность этой модели это тонкий корпус составляет толщина 8 и 7 миллиметров и вес тоже идет небольшой 207 грамм торцы здесь идут плоские это тренд 2022 года причем на сайте написано что металлические грани но смартфон идет не тяжело я думаю здесь просто какое-то покрытие сверху идет с правого торца у нас идет кнопка питания в нее сстроен сканер разблокировки работает кстати хорошо регулировка громкости идет выше вверху идет дополнительный микрофон и разъем три с половиной миллиметра для подключения наушников слева идет лоток для sim карты он идет комбинированный поэтому я рекомендую брать версию на 6 128 причем разница в цене незначительная ниже находится программируемая кнопка на которую можно назначать различные функции на нажатие на двойное нажатие и на удержание внизу смартфона идет микрофон разъем usb type-c и динамик динамик здесь один но достаточно громкий по дисплею это недорогой смартфон и поэтому здесь разрешение дисплея идет hd plus 720 на 1650 диагональ 6 и 7 дюймов соотношение сторон идет 26 к 9 это удобно для потребления видео контента и игр картинка идет яркая красочная частота обновления дисплея идет 60 герц рамки идут и небольшой аккуратный подбородок фронтальная камера выполнена в виде каплевидного выреза на 16 мегапикселей далее качество изображения на эту камеру я покажу по камерам основная камера идет на 48 широкоугольная на 8 и макро на 5 также есть светодиодная вспышка давайте покажу качество фото сделанные на этот смартфон и видео фото сделанное на основную камеру 48 модульный сенсор от sony и здесь как мы видим хорошая детализация идет при увеличении это фото сделанное в помещении следующая фотография сделанная на улице здесь была такая не скажу что солнечная погода но качество получается хорошая и хорошая детализация следующая фотография это была пасмурная погода давайте посмотрим на детализацию следующая идет картинка еще одна фотография тоже была пасмурная погода вот идут тучи и достаточно четкая картинка при увеличении теперь давайте посмотрим качество записи видео. Сначала вот я делаю такую съемку без движения. Неплохая идет картинка, стандартная Full HD 30 кадров в секунду. Ну а теперь в движении, как мы видим, стабилизации как таковой нет, но в принципе, учитывая стоимость смартфона, неплохая получается картинка. Далее фронтальная камера на 16 мегапикселей. Что здесь могу отметить, это детализации структуры кожи нет, то есть идет как замыливание такое. Так, в принципе, для фото-видео общения картинки хватит, но такое самое обычное качество. Ну вот еще картинка на 48 мегапиксельную камеру и на широкоугольную. Широкоугольная, кстати, угол обзора идет 120 градусов и, соответственно, помещается вот с этого же ракурса уже больше, но и светосила послабее. То есть здесь у нас более яркая, более четкая фотография, здесь на 8 мегапикселей, но в принципе, неплохое качество. Ну и тестировал я макрокамеру на 5 мегапикселей, вот качество можете сами оценить. Теперь расскажу о производительности этой модели. Процессор идет Tiger T610. Он идет 8-ядерный, 6 ядер идет энергоэффективный и 2 производительные. Максимальная тактовая частота 1820 МГц. Выполнен по 12-нанометровому техпроцессу. Видеоускоритель идет Mali-G52. По оперативной памяти у меня на 6, бывает еще версия на 4 и внутренней памяти 128, всего внутреннего хранилища 111, 32, а также бывает версия на 64. Версия Bluetooth, кстати, здесь, конечно же, есть 5.0, есть Wi-Fi, все это, разумеется, есть. Есть GPS. По результатам тестов производительности, это железо в приложении у Antutu набирает 217 300 баллов. В приложении тестирование процессора 349 в одноядерном режиме и 1311 в многоядерном. Под нагрузкой процессор не троттлит, единственное могу отметить, если играть в игры, либо нагружать смартфон, вот в этой области нагревается. Что на практике дает эта производительность? Ну, во-первых, это комфортная работа в современных задачах. В 2022 году этой производительности хватает, чтобы комфортно работать. Версия Android здесь установлена 11. Приходят обновления даже, вот уже второе обновление приходит. Здесь идет чистая оболочка Android без каких-то предустановленных оболочек, нет установленных дополнительных программ завода, то есть, что вам необходимо, устанавливаем из Play Market. Интерфейс отзывчивый, зависаний каких-то во время теста не отмечалось, даже можно поиграть в современные игры. Тестировал New Ford Speed, PUBG Mobile, Call of Duty. Вот, к примеру, та же игра New Ford Speed, здесь без проблем идет, нет никаких лагов, нет никаких подвисаний, все в принципе плавно, можно играть. Делал тесты в PUBG Mobile, тоже игра идет, никаких таких зависаний нет, можно комфортно играть. Вот, давайте перейду в настройки, графика и звук. Система автоматически графику выставляет высокое, ну и вот со следующими параметрами. Игра Call of Duty тоже идет отлично, если мы перейдем в настройки. И система здесь изображение выставляет низкое и число кадров в секунду среднее. Нужно понимать, что это не игровой смартфон, но в современные игры на средних настройках в среднем можно будет поиграть. Батарея, автономная работа, здесь батарея идет на 5150 мА. Вот в режиме тестирования, в активном режиме мне хватает на день, если пользоваться в таком стандартном режиме, то я думаю, хватит и на больше. То есть во время тестов я делал фото, видео, поиграл в игры, сделал тесты, вот, то есть так очень активно. В смешанном режиме в среднем, я думаю, до двух дней он сможет проработать автономно, ну в зависимости, конечно, от режима использования. Единственное, заряжаться он будет долго, потому что зарядка идет на 10 ватт и быструю зарядку он не поддерживает. Если подвести итоги, то получилась интересная модель от YumiDigi A13 Pro. Мне понравился стильный дизайн, понравилось, что чистый Android идет, нет дополнительных приложений, неплохая основная камера, фронтальной камеры достаточно для видеообщения, много внутренней памяти, вот в моем случае на 128. Единственное, нет поддержки быстрой зарядки, разрешение дисплея не Full HD, а просто HD+. И Android идет 11, хотелось бы, конечно, 12, но учитывая стоимость смартфона, то производитель должен был на чем-то сэкономить, чтобы получилась привлекательная цена. На этом, друзья, у меня все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Все полезные ссылки на продавца оставлю в описании под видео. Всем пока!